Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос достаточно прост. Дело в том, что человек, о котором вы говорите, играет в игру. В игре он играет, в данном случае, в психологические игры. Потому что не может адекватно, полно высказать свою позицию, свои желания. Ну, просто вот не может и все тут. Как бы с этим ничего нельзя поделать. Ну, просто потому, что человек такой-то такой, вот. Я не знаю, конечно, выбрали вы его или нет, то есть тут вообще непонятно, кто и как, кто вообще с кем. Вот. Хотя, безусловно, хотелось бы. Хотелось бы понять. Хотелось бы. Вот. Но, тем не менее, ситуация заключается в том, что не нужно, не нужно вам играть в эти игры. То есть реагируйте на все искренне, на все адекватно, на все, скажем так, ситуативно, да, то есть честность, искренность. Это вот единственное, что вы можете, по сути, сделать. Это единственное, что, что вы можете противопоставить, да? Ага, значит, человеку, который, который, вот, хочет манипулировать вами. Это единственное, что вы можете ему противопоставить, на самом деле. А вот. Понятно, я надеюсь, о чем где-то речь. Дальше. Значит. Вам нужно изучить так называемую игру, психологическую игру, которая называется, например, «Подеритесь». Вот. Чтобы в нее не вступать. То есть, понимаете, конфликта, конфликта без, ну, без второго человека, да, то есть без вас, например, не может быть, на самом деле. А это означает всего лишь навсего только одно, что вы в этом конфликте также принимаете участие, вот, и, соответственно, именно поэтому он и становится возможным, этот конфликт. Вот. То есть тут, конечно, многое очень зависит от того, насколько вы готовы критически относиться к себе, да, ну, к тому, как к тому, вот, что происходит. Но, тем не менее, смысл, я надеюсь, вам понять. Вот. Вот и все. А, пока что вы выставляете себя достаточно в жертвенном свете. То есть, вот, я жертва, мне так плохо, меня так, значит, меня так, вот, манипулируют мною. А, вот, я такая несчастная, да, вот, давайте посмотрим, сейчас, так, ну, непонятно, кто вы, да, то есть, может быть, вы и несчастный, вот, непонятно, какого выпало, вот, но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, без вашего участия ничего бы не было, вот, поэтому учтите данный факт, учтите и не позволяйте человеку, значит, ворачивать ситуацию в свою пользу. То есть, как бы, антитезисом к любой лжи, да, является искренность и личная ответственность. То есть, если вы берете личную ответственность за то, что происходит с вами, если вы не позволяете человеку влиять на вас, то есть, грубо говоря, полностью, ну, полностью, например, себя обеспечивать, да, ну, с точки зрения морали, да, то есть, ну, с моральной, с моральной точки зрения, вот. Кто, кто вам, а, что сделать, то есть, какие здесь будут, а, как бы, маневры для манипуляции, вот. Ну, а маневры для манипуляции есть, если, если у вас, как бы, вот, имеет место быть жертвенное поведение. Вот, маневры для манипуляции в таком случае, безусловно, есть. И, может быть, может быть, вам этого хочется, может быть, я, конечно, не знаю, но, может быть, вам этого хочется. И, коль и так, то уже давайте тогда в таком случае уже посмотрим на выгоду. Именно на вашу выгоду. То есть, какая у вас выгода от того, что вот эта ситуация происходит. На первый взгляд, да, вроде бы никакой. На первый взгляд. Но, как я уже сказал, она вполне может быть. Вам нужно просто ее увидеть. Вот. Свою выгоду. Вот. Поэтому я рекомендую вам все-таки ситуацию изучить несколько более подробно. Вот. Поймите, игра не может быть игрой без, как бы, ну, без сторон. Да? То это вам нужно просто отказаться от взаимодействия с человеком в тех сферах, где он вами, ну, где он может манипулировать, где он может лгать и так далее. Просто. Если вы не видите, что он, ну, что он готов меняться, например. Вот и все. Если вы человеку нужны, да, ну, сами. Если вы сами человеку нужны, допустим. То он выберет другой способ, чтобы с вами общаться. А пока, ну, вот я надеюсь, вы поняли мою мысль, да, потому что по-другому здесь, к сожалению, нельзя. Да, 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 то есть человека не поменять, человека не переделать, я имею в виду, вот, который манипулирует. Но вы можете перестать воспринимать его как кого-то злоба, как кого-то агрессивного, потому что, как правило, человек действительно, особенно если это родной человек, действительно считает, что делает, там, ну, какие-то, знаете, правильные, правильные вещи, вот, полезные вещи. То есть человек может считать, что, что это он делает ради, ради добра, ради каких-то высших целей, вот, понимаете. И я не думаю, что вы сможете его переубедить, на самом деле, в обратном, вот, потому что, ну, это нереально, на самом деле, вот. Это огромные забраты своей энергии. Поэтому, то, что нужно сделать вам, это просто чётко свою позицию, значит, яркий, яркий пример, да, вот, ну, такого типа, такого типа, да, о котором я говорю. Смотрите, я работаю, и, ну, понятно, что бывают разные люди, да, то есть, то есть, как бы, как бы, бывают люди, которые, ну, не очень добросовестные, да, то есть, они такие вот, которые могут, там, обмануть, да, которые могут, там, не заплатить, да, там, и так далее, вот. Могу я на этих людей повлиять, повлиять, на их наличие? Нет, не могу, ну, потому что, если человек хочет обмануть, да, он обманут, он не видит в этом проблемы, проблемы для себя, себя, вот. Но, да, знаю ли я, когда меня обманывают? Нет, не знаю, потому что, как бы, люди могут обманывать очень искусно, да, то есть, там, понять, когда тебя обманывают, да, практически нереально. Но, что я делаю? Я просто не работаю бесплатно. И всё. То есть, у меня нет, нет, как вам сказать, уязвимых мест, да. И всё, ну, и поэтому мне не трачны те, кто может, ну, не трачны те, кто может меня обмануть. Потому что, ну, а как? Если я сразу говорю, что я не работаю бесплатно, и всё, как они меня обманут, понимаете? Мне даже если хотят, да, они не могут. То же самое и вам нужно сделать, на самом деле. Ну, примерно. То есть, понятно, что в каждой ситуации свой антитепис, вот. Но примерно то же самое. Если вы, конечно, не получаете удовольствия от данной ситуации, ну, в чём-то. Если, например, вам, допустим, так вот, обычно внимания, да, не хватает, да, так вот, вы раз, и получаете, ну, и получаете своё только внимание. Да, ну, да, негативное, безусловно, внимание, да, то есть, это, понятно, что внимание, оно, как бы, ну, достаточно тяжёлое, да, то есть, по цене, по цене, вот, конфликты и всё такое, это понятно. Вот, но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, лучше так, чем вообще ничего, допустим. Это, к сожалению, реальность. Вот это, к сожалению, действительно реальность, именно реальность, это, вот, от которой, ну, вот, нам сложно, да, сложно бывает убежать. к сожалению, к сожалению. Вот, на этом все, на этом все. Надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.